Народ, танкисты, всем привет, всем хорошего настроения и приятного просмотра. Конечно же, прошу прощения сразу за свет, который освещает мой фейс, но, к сожалению, вдруг внезапно потемнело, и я в полумраке нахожусь. Моя лампа находится хрен знает где, и я хочу вам сегодня показать супер-мега-крутые реплеи. Мне они безумно понравились, эти бои случились со мной, со мной, это мне не прислали вы, это я настрелял топовый дамаг и вафелька. Я обожаю этот танк, до самого последнего момента в этой игре буду на нем катать, потому что это самая результативная ПТшка 9 уровня. И она мне реально зашла, и я понял, что наплевать на ее картонность, наплевать на то, что она критосборник. Она, она имеет рубку, и она имеет крутую пушку, она имеет отличную маскировку и относительно хорошую подвижность. И этот бой я вам хочу показать, потому что вы убедитесь, как можно играть от одной блингип-точки. Вафель отлично отыгрывается от позиционной игры, великолепно отыгрывается, я даже больше вам скажу. Но самое главное, вам найти эту позицию, потому что если вы будете слоняться, как какашка в проруби по карте, естественно, вам напихают по самым помидорам, потому что у нее нет брони, вам нужно занимать позиции такие, чтобы просто ловить врагов на ошибках, чтобы было место для сейва. Это важно, ребята, реализуйте рубку, реализуйте ускорение орудия на борт и на корму минус 10 градусов. Тут я немножечко замешкался, но тут же заряжай фугас и посмотрите, просто шедевральный выстрел на 1017. А представьте, каково сейчас вафли, которая сейчас просто в первые 300 секунд получила на 1017. И Т-57 Хэви выезжает, Орлан обыкновенно получает на 640, но вы дальше посмотрите, что он будет делать. Он получил на 640, но вы же должны понимать, что маркер выстрела показывается, откуда летит снаряд, правда? Правда. Смотрите на этого товарища, он как будто бы специально не обращает на меня внимания и получает на 736 второй выстрел. И тем самым я забираю у него 1400 урона. Одна только моя вафелька настреливает 1400 урона на одном танке. Так, ну естественно, ему осталось недолго, потому что у него там осталось что-то вообще до 100 хп. И нужно, нужно проженьку выцеливать. Здесь я допустил небольшую ошибку, и об этом сожалею до сих пор, потому что дамаг мог бы быть больше. Вот она прям бортом встала. Ну, прям фугасик напрашивается, но, к сожалению, я профугал этот момент, блин, я не успел. Целил не туда. Т-95 стоит в засаде, я так полагаю, что его даже никто не видит отсюда, толит за домик. То ли за сараем, то ли за скалой. Ах ты хрен с горы засадил меня осколочно-фугасный. И из четвертой опасная субстанция, потому что она гадина бронированная. Нижний бронелес маленький, башни рикошетные, нужно быть аккуратным. Но я рискую и стреляю ББшкой. И тут нужно, нужно здесь проженьку забирать. Осколочно-фугасный снаряд, даже если мы пойдем куда-нибудь в гузеницу. До свидания. И обратите внимание, сейчас заряжен осколочно-фугасный снаряд. И я уже потом только спохватился и взялся за свои головы. Потому что Викерс Круссов не такой уж прям фугасный приемник. И стреляю в него осколочно-фугасным. И слава богу проходит. Потому что сейчас, в принципе, могло попасть куда-то в гусеницу. Либо в модуле какой-то там 200-300 урона. И он мог меня закрутить. Потому что союзники вот так бы вам помогли. И ИС-4. ИС-4 хорошенький, такой тепленький. 1705 хп. И будет ли выстрел? Ну как вы думаете? На 646. Прошедший Альфой. 4170 уже настреляно. ИС-4 потихонечку отправляется в ангар. Здесь Т-95. Мы должны понимать, что он может дать мне накосать. И он смотрит, блин, в мою сторону. Я его разложу на выстрел и забираю. Я, кстати говоря, даже очень сильно удивился, как прошла у меня Альфа. Как прошел вообще урон в модуль, где гусеница. Но что есть, то есть. Естественно, не оставляют мне четвертый фражек. Низкий вам поклон, блин, за это союзнички. Ну ладно, ничего страшного. 4700 я настрелял. 14 тысяч сделала команда. И давайте посмотрим на Т-57 хэви. Мне очень интересно, что это за чел. 45 процентов, но 11 тысяч боев можно было хоть что-то где-то понять за такое количество боев. И Вафелька отправляется в ангар. Но не такой плохой игрок, 50 процентов. Ладно, все это чушь и незначительная фигня. Так, и мы посмотрим другой бой. Он гораздо более обидный. Да, он против восьмерок. Да, не судите строго. Но что есть, то есть. Я не могу не показать такие бои для вас, ребят. Я повторяюсь еще раз. Вафля супер, мега, имбический позиционный танк. То есть он не совсем танк для того, чтобы двигаться с СТ-шками, либо с ТТ-шками. Это все-таки более кустовой танк. Все-таки более. Не скажу, что прям точно кустовой. Но он великолепный. Просто, ребята, блин, вы запомните. Он великолепный играет от кустов. Это поворачивающая рубка. Это угол склонения орудия. Боже мой, это просто прелесть. Так, ну и стандартно. Выцеливаем кустики. И накидываем блайнды. Да, накидываем блайнды. Ну, теряем, может быть, чуть-чуть по аккаунту в точности. Но зато иногда эта штука очень полезна. Так, кто-то может нас ждать. Там может стоять вафля противника. Конвейушка может стоять, да. И нужно выцеливать. И смотрите, пока счетчик не показывает никакого урона. То есть пока по нулям. Но смотрим, когда будет совершен следующий выстрел, вы кое-что увидите. Так, центуриончик восьмого уровня. Пока очень-очень действует так робко. Очень робко. Давайте пока не будем на него обращать внимание. И посмотрим, что же будет дальше. Так. Ага. Будет ли он прокатываться? Нет, Гатя. Но он так и не будет прокатываться. Я его караулил весь бой. По-моему, выстрелил всего лишь один раз. Да, парень действует аккуратно, осторожно. Так, истретий не осторожничает особо. Да, уже выпирается практически за угол здания. И его, в принципе, там можно выцеливать. Но тут появляется конвей. Я понимаю, что там-то стоит наверняка вафелька. И 697. И ИС-3 уже немножечко поцарапан. И 1302 в сторону, соответственно, прошел, блин, выстрел по кустам. И это круто. Мне это очень нравится. Так. И, ну, давай выпирать еще. И он как будто бы слышит меня, к сожалению, непрошедшая альфа. Но зато его забирает. Еще становится 1-1. Вроде уже можно немножечко успокоиться. И вафелька. Вот тут вот я немножечко не успеваю. И будет ли выстрел? Ну, и да, 565. Но вот опять. Несправедливо. Несправедливо. Потому что у нее остается 30 очков прочности. А у меня даже не то, чтобы средняя прошла. У меня вышла практически минималка. Так. И бронированный Тигр-2 свирепый. Вот тут вот на самом деле можно было хотя бы поцарапать его фугасиком. Идет. Я не успеваю с реагировать. Т49. Выезжает. 597. Ну, тут голда, ребят. Для голды это очень даже неплохо. Так. Центурион меня гадина запалил. Он меня просто палит. Блин, выцеливает своими глазищами. Но тут я думаю. Так, конвейушка. Я тут даже не хочу заряжать. Осколочный фугас на снаряд. Потому что знаю, что только начнешь переключаться на него. Сразу же ему резко вдруг понадобится куда-то отъехать. Спрятаться. И я в итоге останусь вообще без всякого выстрела. Без всяческого дамага. Так. Думаю, думаю, думаю. Что же делать? Я остался фульный. Ребята, фульный. И вот здесь я начинаю делать уже ошибки. Да. Первая ошибка. Смотрите. Тигр 2. Не смотри ты меня. Да. Кто мне мешал зарядить голду? Ну, я же видел, что он отъезжает. Да. Я же видел, что он отъезжает. Если бы я сейчас засандалил по нему хотя бы 500 каких-нибудь там не спрошедших 10 раз альфой. У него было бы порядка 244 очков прочности. И вот сейчас, на данный момент, я бы его уже забрал. Вот сейчас, в данный момент, я бы его уже забирал. И тем самым у меня не было бы 511 очков прочности. У меня было бы как минимум 1000, да. Он стрелил фугасом. Ну, 980 пускай даже будет. Все. 980. И вот этого бы выстрела у меня не было. Вы можете себе представить? То есть, у меня вместо 33 очков прочности, у меня было бы 986. То есть, вот так вот. Просто, как просто дерево я раскидываю свои жизни налево и направо. Спасибо, Батчат, за то, что ты мне в итоге поставил лайк. Но я его не заслужил. Запомним. 33, 980. Да, 980 больше. И дальше смотрим. У нас остается Канвей, 392.1 и Центурион 1. Там, в принципе, 700 хп, ну, более-менее шотный для хорошей такой прошедшей альфы. И вот обратите внимание, что он просто целый бой стоит вот за тем кустом, за той горкой. Неважно, его просто оттуда никаким образом не выманить. Просто никак. Здесь я понимаю, что мне ехать особо-то некуда. Да и смысла-то какого нету. Потому что Т-92, Е1, он, по крайней мере, на той стороне. Центурион на той стороне. И я тут боюсь одного единственного, ребята, что меня Птур объедет сзади. Я этого не увижу, потому что у него эта маскировка не падает при движении. И он меня высветит и заберет 33 очков прочности. Это, ну, вы сами понимаете, что это такое. Ах! Но, к сожалению, я этого не предвидел. И забирают нашего Т-49. Да, я не выстреливаю. Я, ну, по крайней мере, не попадаю. Но попытка не пытка, да. Вот если бы не этот выстрел. Если бы я смотрел там вот все это время в кусты. Очень много таких моментов, что можно было затащить. Вообще без проблем. На изи сделать эту каточку, да. Тем временем 5 тысяч. Тем не менее, я настреливаю. И это уже хоть что-то да ничего. Тут я понимаю, что нужно менять позицию. Мне тут еще тренер подсказывает, что тоже нужно менять позицию. И я решаю, что, наверное, нужно куда-то двигаться к своему последнему союзнику. Ну, по крайней мере, хоть какие-то шансы у нас будут. Все, отправляюсь. Тут я очень переживаю, что он меня накинет куда-нибудь в спину. А у него там около тысячи очков прочности. Ну, реальная ситуация-то не выигрышная. Вообще нисколько. Центурион 77 очков прочности. Опять не прошедшая. Точнее, прошедшая альфа. Но без всяческого перка, да. То есть, там в два раза было минусы по альфе. Сейчас плюсы не было. Обидно. Смотрите. Первую ошибочку я вам сказал, да. В тот раз, когда не выстрелил в тигра голдой. То есть, тем самым я лишил себя 900... Ну, было бы сейчас 980 очков прочности. Я лишил себя 950 очков прочности. Ошибка номер раз. Сейчас в скором времени будет ошибка номер два. Смотрите. Я засвечиваюсь. Значит, понимаю, что это сволочь где-то сзади. Он не попадает. И что мне мешает сейчас попасть? Вот что мне мешает сейчас попасть? Он же на КД. У него минимум там 14-15 секунд. То есть, я бы сейчас нанес бы ему порядка 600. У него осталось бы 200. И вот сейчас он... Ну, возможно, он бы действовал, конечно, по-другому. Но в любом случае, я, возможно, бы его забрал. А так он собирает меня. А товарищ на Пантере 44-й, ну, к сожалению, возможно, не успевает. Вовремя не реагирует. И заканчивает собой. То есть, вот такие подробные разборы ошибок мы с вами рассмотрели. И я надеюсь, что вы поддержите это видос лайками. Как только соберется видео, у которого будет 100 лайков, я сразу же делаю стрим. Пока у нас это не получается. Все, ребят, спасибо всем за просмотр. Вы настоящие кроссы. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии над вебкой. Ссылка на мою почту. Отправляйте свои крутые мега реплы. Для того, чтобы я их, конечно же, рассмотрел. И пишите в теме письма. Титан уровень, против какого вы сражались. И вкратце, какой-нибудь, знаете... Ну, какую-то кальминацию. Либо как-нибудь расскажите-то про бой. Внизу, 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 внизу. Группа ВКонтакте. Тоже крутая вещь. Все, ребят, всем спасибо. Пока-пока. Продолжение следует...